Китай готов вместе с другими странами создавать сообщество единой судьбы в киберпространстве. Об этом заявил Си Цзиньпин в видеообращении к участникам Учженского саммита в рамках Всемирной конференции по управлению интернетом. Председатель КНР призвал ориентироваться на цифровое сетевое будущее, основанное на умных технологиях. В этом году мероприятие посвятили искусственному интеллекту. Участники активно обсуждали международное сотрудничество в этой области, в первую очередь с Поднебесной. В Китае много талантливых инженеров, которые помогают нам реализовывать различные проекты. Государственные границы – это не преграда для развития. Участники конференции отметили, что Китай лидирует по многим направлениям в сфере искусственного интеллекта. Это доказывают инновационные разработки, которые представили на мероприятии компании из КНР. Мы работали с ведущей шанхайской компанией в области искусственного интеллекта. И теперь я уверен, что Великобритания могла бы сотрудничать с Китаем при разработке новых проектов в этой индустрии. Один из хитов конференции – роботизированная рука с пятью гибкими пальцами. У нее 23 датчика и целых 19 степеней свободы, то есть режимов, в которых устройство может плавно двигаться без отклонений. Рука ловко захватывает предметы и умело копирует жесты людей. Например, этот манипулятор можно использовать для выполнения опасных промышленных операций. Выход такого продукта на рынок означает, что Китай превращается в лидера в области робототехники. Всемирная конференция по управлению интернетом проходит уже 10 лет. Это крупнейшее профильное мероприятие высокого уровня во всей Поднебесной. Ведущие эксперты из десятков стран ежегодно собираются в Уджене, чтобы обсудить будущее всемирной паутины. В этот раз на конференции состоялось 24 подфорума. На них говорили о глобальном развитии, цифровой экономике и управлении технологиями. На конференции отметили лучших представителей отрасли и вручили премию за выдающийся вклад в развитие интернета. Кроме того, участники встречи создали специальный комитет по искусственному интеллекту, запустили программу сотрудничества аналитических центров и основали Международный институт цифрового обучения.